Витаю, друзья! Вы на Фабрицы Новым. Меня зовут Евгения Кутнова. Я не спевразумна к сегодня. Британский журналист, письмен, экс-головный редактор российской службы Би-Би-Си Андрей Остальский. Андрей Всеволодович, я рада приветствовать вас в нашем эфире. Я тоже вас рад приветствовать. Витаю. Перед тем, как мы перейдем к обсуждению важных тем и новостей, попрошу зрителей, которые смотрят этот стрим, подписаться на нашу платформу. Это в целом важно для нашей работы. И таким образом мнения и мысли Андрея Остальского смогут услышать и увидеть как можно больше людей. И за это я искренне благодарю. Андрей Всеволодович, если вы не против, я бы хотела нашу беседу начать с заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона. Он сказал о том, что нужно прекратить разговоры о патовости ситуации, о том, что время не на стороне Украины. Мол, наша экономика сильнее в 25 раз, и мы способны показать, что время на нашей стороне, а не на стороне Путина. Скажите, пожалуйста, способны ли слова Кэмерона пробудить скептиков и в частности повлиять на ситуацию в США с выделением Украине помощи? Ну, я не думаю, что от этих слов что-то прямо так радикально может измениться, хотя ясно позиция Дэвида Кэмерона, это, кстати, было даже не заявление, а очень большое его пространное интервью в газете «Санди Таймс», в котором он вообще говорил больше о Ближнем Востоке. Но при этом подчеркнул, что, может быть, количество, я говорю больше о том, что происходит на Ближнем Востоке, но меня больше тревожит, как он выразился, что мне не дает спать по ночам, это украинская, конечно, ситуация и война, развязанная Россией против Украины. Поэтому его каждое слово было взвешено, разумеется, и он недаром поставил перед собой задачу призвать к определенному оптимизму или, по крайней мере, не впадать в пессимизм, в какие-то панические настроения, потому что нужна и моральная поддержка Украине, украинским вооруженным силам, помимо материальной, военно-технической и так далее. И это очень важно, что правительство Великобритании, а он говорил в своем официальном качестве, писал, вернее, в этом интервью, что правительство Великобритании твердо стоит на этой позиции, исходя из того, что удастся Украину защитить, ее суверенитет отстоять, ее территориальную целостность тоже отстоять, и впадать в никакие мрачные настроения вовсе не стоит, а наоборот, надо просто активизировать эту помощь. Вот о чем говорил в частности Кэмерон. Услышат ли его там за океаном? Кто-то услышит, но я боюсь, Евгений, честно говоря, что вот тот, кто заранее был предрасположен правильно в поддержку Украины, тот, конечно, будет рад этому интервью Дэвида Кэмерона, солидаризируется с ним. А те, кто заведомо изображали себя искренне или нет скептиков и ставили под вопрос необходимость тратить такие большие средства на поддержку Украины, те скажут, о, это все слова, горячий воздух, как по-английски принято говорить. Мало ли, что Дэвид Кэмерон говорит, какие факты он может нам предъявить в поддержку своей позиции. То есть не будем преувеличивать значение этих слов Кэмерона, но скажем так, если бы он их не произнес, или хоть как-то намекнул на то, что британское правительство тоже впадает в пессимизм и видит только какой-то тупик, вот это бы принесло вред, потому что задумались даже те, кто пока, слава богу, Украину готов всемирно поддерживать. Григорий Всеволодович, я уточню, если позволить, вы сказали, что это очень важно для того, чтобы не было панических настроений внутри Украины, а на Западе эта тенденция, она растет или все-таки уменьшается? Ну, я не вижу больших сдвигов ни в ту, ни в другую сторону в последнее время, как я только что эту мысль проводил, что сформировались такие уже блоки людей и политических сил, придерживающихся определившихся взглядов, и сдвинуть их оказывается довольно сложно. Не только Кэмерону это вряд ли удастся сходу, но и даже каким-то другим громким заявлением или даже событием люди все равно пытаются видеть то, что они хотят видеть, так устроены люди, особенно вот в конфликтных ситуациях. Поэтому, ну, нет тут динамики никакой, я не назвал бы тоже положение каким-то безнадежным в этом смысле, в смысле общественного мнения Запада. По-прежнему пока большинство абсолютных граждан западных стран понимают необходимость всемирной поддержки Украины, готовы идти ради этого на определенные даже материальные жертвы, пока это положение сохраняется. Кэмерон также говорил о том, что это в свою точку зрения он намерен донести Трампу, если тот станет следующим президентом Соединенных Штатов Америки. Скажите, пожалуйста, а вся эта, вот эти вот баталии, которые мы наблюдаем в Соединенных Штатах Америки относительно дальнейшей поддержки и Украины, и Израиля в частности, это все, ну, скажем так, это Трамп, ну, вот это Трамп, это он влияет, вот от него позависит, вот как проголосуют республиканцы или нет все же? Ну, пока Трамп воздерживается ведь от того, чтобы прямо открыто сказать, я против всякой помощи Украине, он вот говорит эту свою странную, произносит бесконечную мантру свою, что я там за один день или сколько-то там останавливаю войну. Аналитики всерьез это не воспринимают, не очень понимают, что он имеет в виду, это вспоминают о том, как он собирался тоже очень быстро и коротко за короткий срок урегулировать ближневосточный конфликт. Ну, я это сейчас сделаю, вообще ничего не стоит, все дураки до меня пытались, а я вот смотрите, и что он сделал, чего он добился, ну, чего-то он добился, там, установление дипотношений и признание Израиля со стороны нескольких арабских стран замечательно, но продвинуться в урегулировании конфликта как такового ему, конечно, не удалось. Все эти его хвастливые заявления обернулись ровно ничем. То же самое касалось и Северной Кореи. Вот все идиоты до меня не могли, а я с кем-чем я нам сейчас встречусь, быстренько его обаяю, и все будет хорошо, и угроза войны на Корейском полуострове сойдет на нету. Ничего подобного, как мы понимаем, отменить не произошло. Поэтому Трамп, конечно, полный дилетант во внешней политике, как и в многих других прочих областях, и его крайняя самоуверенность не всегда помогает. Только вот участники культа его, которых очень много, десятки миллионов в Соединенных Штатах, но вот они верят каждому его слову, и даже когда жизнь опровергает, казалось бы, эти слова, почему-то это не воспринимается за людьми. Это просто слепая религиозного типа вера. Ну, поэтому Трамп пока не заявлял категорически, что вот я прекращу всякую помощь Украине. Хотя многие аналитики этого опасаются, что если он вернется в Белый дом, то это так или иначе может произойти, или, по крайней мере, уменьшена эта помощь, или там какие-то условия выставлены. Но среди его сторонников много людей, которые об этом рассуждают достаточно громко, и Трамп их не опровергает, не говорит, нет-нет. Погодите, вы, конечно, замечательные люди, я вас очень люблю, вы мои ярые сторонники, но давайте осторожнее высказываться по этому поводу, это слишком серьезно. Ничего подобного никогда из его уст не звучало, поэтому это выглядит как своего рода поддержка такой позиции, или, по крайней мере, благоволение к ней, что он готов серьезно такую позицию воспринимать и не собирается своих сторонников переуговаривать. Поэтому, конечно же, опасность колоссальная от Трампа в этом смысле исходит. То, что Кэмерон говорил, тоже выражал какой-то оптимизм, с которым я не могу, к сожалению, согласиться. Рад быть в отношении перспектив прихода Трампа к власти, что, дескать, ну и его удастся уговорить, и он тоже поймет, что нельзя прекращать помощь Украине, и мы не должны так уж смертельно бояться. Ну, бояться вообще, конечно, плохо, и в политике тем более. Но такие вот заявления делать в данном случае, которые Кэмерон делает, они тоже могут контрпродуктивными оказаться, потому что люди, услышав это, перестают, может быть, верить и кое-чему другому, что Кэмерон говорит в этом же интервью. — Скажите, пожалуйста, а можно ли говорить о том, что вот мы сейчас наблюдаем новости о событиях, которые происходят с выделением помощи Украины от Евросоюза, и как этому препятствовал Орбан, формируется ли такая вот некая новая ось зла Орбана Российской Федерации, в частности Трампа, можно так говорить или нет? — Ну, пока нет. Но это, конечно, угроза, это опасность. Очень многие аналитики просто содрогаются от этой мысли, что такое может случиться, что Трамп может стать союзником и Путина, и через Путина фактически, как ни парадоксально, Ирана, хотя вроде бы Трамп всегда во всех своих предвыборных кампаниях изображал себя радикальным противником иранского режима, готовым там чуть ли не войну вести с ними в открытую или, по крайней мере, экономическую блокаду там организовывать и так далее, и вечно стыдил своих политических противников за слабость в этом вопросе. Но в реалии ведь и Китая это тоже касалось, и Китаю он тоже грозил и приближал к себе, включал в администрацию ярых критиков китайской внешней политики, экономической политики. Но на практике-то он часто выражал восхищение китайским режимом и тем, как твердо там Си все держит в руках. Поэтому я не исключаю даже, что и с Пекином у Трампа как-то что-то наладится. Но понимаете, вот предсказания эти ненадежные делал совершенно, потому что меняется расстановка сил довольно радикально, довольно быстро. И что из себя будет представлять во внешнеполитическом отношении трамповская администрация номер два, его второй приход к власти, точно не знает никто. Единственное, что известно, что вот разумных людей, пусть право республики, право каких угодно взглядов, которых он набирал к себе в администрацию, но профессиональных и ответственных, которые удерживались за руки, запалли его, держали буквально, не давали ему совершать глупости, объясняли ему азы международной политики, вот этих людей он больше не возьмет. Он будет брать теперь только по принципу полной личной верности и лояльности к себе в администрацию, чтобы эти люди выполняли малейший каприз президента. И вот в этом кроется, конечно, колоссальная опасность и для Украины, и для России, понимая, что долгосрочные российские интересы расходятся с интересами Путина и его окружения. В этом плане и для России приход Трампа в власти ничего хорошего не случится. Сейчас в Украине очень активно в информационном пространстве обсуждается возможное увольнение главкома Валерия Залужного. И президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию подтвердил, что он раздумывает над этим. И будет решение принято позже. Скажите, пожалуйста, как в целом в Великобритании на Западе воспринимают эту новость? И как вы считаете, это признак демократии не в пользу обороны? Можно ли так говорить или нет? Ну, вы знаете, люди малоискушенные в политике, а как бы просто встревоженные, не понимают, что происходит. Люди, следящие за политикой, разбирающиеся в этом, они, конечно, огорчены. Они пишут о том, что это очень плохой момент для подобных подразборок на этом уровне. Исходя из того, если можно употребить эту, в общем-то, во всех языках в разной форме существующую поговорку, на переправе коней менять нельзя. Тем более на такой опасной переправе таких важнейших тяговых коней. Поэтому, конечно, это всех огорчает. Хотя позицию Зеленского как бы понимают, что объясняют, что он может утратить в какой-то степени контроль над вооруженными силами. А он все-таки главнокомандующий, он президент. Залужный себе слишком много, наверное, позволяет. Но даже при понимании этого есть недоумение по поводу резкости этих движений. Потому что, ну вот, в западном понимании, заощренном, да, тебе тяжело работать с этим человеком, но ты стискиваешь зубы, ты улыбаешься, ты обнимаешься с ним перед камерой. Потом где-то там вы с ним разбираетесь, спорите и так далее. Но не на людях, не на публике и не допускайте утечек об этих спорах. Почему? Потому что важнейший экзистенциальный момент в истории Украины. Тут любые личные амбиции или даже законные личные обиды, объяснимые и понятные и неизбежные, вот они все должны быть просто убраны куда-то с глаз довольно очень далеко. Это вот точка зрения западных и политиков, и политологов. Поэтому воспринимают это происходящее с некоторым огорчением и боятся, что это ослабит, как может ослабить и вооруженные силы Украины в некоторой степени, и может вызвать, конечно, ликование просто в Москве. Это уже происходит, все об этом тоже знают. И вот такая вот оценка. Залужный Западу нравится, Зеленский еще больше нравится, но они знают, что, скажем, популярность Залужного внутри самой Украины выше, чем популярность Зеленского, что не совсем нормально и должна политика настораживать, это тоже все понимают. Но еще раз повторю, вот не тот момент совершенно, чтобы эти соображения могли определять столь важные, критически важные действия. А что говорят западные аналитики насчет того, как Кремль может именно воспользоваться этой ситуацией? Ну, во-первых, в пропагандистском плане это уже происходит, уже это там разворачивается вообще на огромные полотна информационно-пропагандистские на эту тему. Зворадство страшное и попытка использовать эту ситуацию, чтобы показать, что вообще в Киеве существует странное правительство, которое не способно нормально функционировать, и поэтому оно обречено в любом случае на поражение. И, к сожалению, очень многие прислушаются к этому. А опять же, люди внутри России, которым не нравится, активно не нравится война, мы видели эти многочасовые очереди россиян, стоявших на морозе, чтобы поставить подпись в поддержку Надежды, на котором они знают, что она себя представляет, но для них важно другое. А против войны высказаться в более-менее безопасной форме. Это своего рода же демонстрация. Вот даже вот эти люди, я думаю, они огорчены тем, что происходит. И вот этими новостями из Киева, это совершенно не то, что они хотели бы слышать. Но что касается военного аспекта, насколько в военном отношении это ослабит, или нет вооруженные силы Украины, сказать трудно. Но когда талантливый и популярный главнокомандующий уходят, да еще уходят в обиде, это, конечно, не способствует моральной силе. Конечно, морально ослабляет решимость и так далее. Но опять я не готов, не хочу преувеличивать значение этого фактора. Это не значит, что все пропало. Если залуженный уйдет, то уже забудьте. Найдется, наверное, новый залужный. Может быть, и не хуже него. Кто знает. Но тот факт, что потрясения в такой момент вредны, я думаю, не вызывает сомнений. Андрей Алексеевич, в последнее время все больше западных лидеров говорят о возможном столкновении Российской Федерации и Альянса. И, в частности, Ириши Суна говорил о том, что если Российская Федерация нападет, то Великобритания готова дать отпор. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, все эти заявления, которые мы наблюдаем в последнее время, они больше направлены на единение, на единение вокруг Украины и на то, чтобы дать отпор Путину? Либо это все-таки реальная подготовка к реальному сценарию? Ну, западные лидеры ведь не могли поверить, как и многие из нас, что вторжение такое вот состоится, то, что 24 февраля 22 года случилось. До последнего момента отказывались верить. Почему? Потому что это настолько иррационально, это настолько тупое решение, настолько вредное для долгосрочных национальных интересов России самой, уж не говоря о соседях и о Западе, что не идиот же Путин, говорили, я все время слышал эту формировку, но не сделает он такого. Зачем же он в такую авантюру влезет, не будучи уверенным в своей действительно победе в течение трех дней или недель. Ну, вот это произошло. И после этого вывод какой? Этот человек совершенно иррациональный, от него можно ждать чего угодно. Даже вот прямого нападения на НАТО. Тут уже как бы нет существенной разницы. Если он способен влезть в такую авантюру, он влезет и в другую. Вот будет он раздражен, станет не с той ноги, человек уже старый, там уже склероз сосудов головного мозга, и вперед на Норвегию, на Великобританию. Если, чего больше всего боятся Великобритания, это не нападение сухопутных, не высадки каких-то десантов на британской земле. Они боятся того, что готовится Россия ударить по подводным кабелям, по линиям связи, лишить Великобританию попытаться интернета. За счет этого могут закрыться электростанции, прекратиться снабжение водой и так далее. И это совершенно как бы реалистичный сценарий, который, конечно, приводит британцы в ужас. Правда, они точно не знают, как этому противостоять. Это тоже что-то новое совершенно в истории войны. Ничего подобного не было. Но ждать они готовы от России чего угодно сейчас. Тут уже ничего исключать нельзя. Хотя, конечно, опять же, логика вроде бы подсказывает, что если уж Путин полезет воевать с НАТО, то это будет сразу полномасштабная ядерная война на полное уничтожение. Этого тоже не исключают. Такие планы есть у Путина. Это известно. Разведки западные об этом знают. Они там на столах лежат. Есть генералы, которые считают, что Россия может в такой войне победить, если ударят резко внезапно всеми своими силами за счет огромной территории и населения. Какая-то там часть населения выживет, а Запад весь погибнет. Ну, бред полный. То есть страшный, кошмарный бред. Но, тем не менее, видите, и такое рассматривается. И таким Путин просто угрожает. Ну, вот мы все надеялись, что это пустой блед. И, может быть, на этом этапе так оно и есть. Но то, что совсем этого исключать нельзя, тоже очевидно. Поэтому, да, надо готовиться к войне, чтобы ее избежать. Была такая пословица. В свое время и в Советском Союзе модная была. Но в этом есть определенная доля истины. К сожалению, оказывается, в 21 веке это так. Скажите, пожалуйста, когда Украина победит, риск все равно столкновения РФ и НАТО остается? Ну, он уменьшится, я думаю, тогда. Если после такого тяжелого опыта Россию труднее будет идти на авантюры еще больших масштабов. Правда, есть и такая версия, что настолько Путин уже поставил свою репутацию историческую, в том числе, на эту победу, так называемую, над Украиной, что если она ему в руки не дастся, то он готов будет на какие-то отчаянные, вот такие бессмысленные совершенно поступки вроде всеми мировой ядерной войны. Есть такая версия. Кто знает, что там в этом мозгу делается? Может ли он действительно дойти до такого? К сожалению, исключать нельзя. А что или кто может остановить Путина? Да, к сожалению, все надежды на то, что внутри российской политической элиты найдутся силы, способные и готовые его остановить, они не оправдались. И уже ясно, что этого не произойдет. Но, правда сказав это, это я исхожу из реальности сегодняшней, февраля 2024 года. А если эта война затянется, если экономика все-таки начнет трещать по швам российской, она пока выдерживает более или менее, там есть трещины появились, вот если эти трещины углубятся, это, наверное, произойдет. Если недовольство населения начнет принимать более открытые формы, то, может быть, все будет иначе. И тогда и даже политическая элита все-таки задумается о том, что идем ко дну из-за этого человека, может быть, все-таки от него избавиться, решится. Но там есть, наверняка, люди, которые были бы счастливы, если бы Путина не стало, даже в его ближайшем окружении, потому что он иррационален, и не защищает интересы, в том числе элиты. Какие интересы? Российская элита, потерявшая колоссальные средства за рубежом, лишившаяся возможности жен туда посылать, на шопинг, и детей обучать, и никаких перспектив не видно. Какие интересы? Какие элиты? Кроме там нескольких полосумасшедших стариков, которые мыслят вот этими категориями какого-то всемирного триумфа русской воли в гитлеровском стиле. Вот кроме них, все остальные все-таки пытаются, наверное, мыслить рационально. Поэтому я повторяю, они были бы счастливы, если бы Путина не стало. Но, конечно, трусость побеждает все остальное, и пока ни о каком открытом выступлении или даже выражении недовольства наверху, видимо, речи быть не может. В вооруженных силах Украины говорят об остро-острой нехватке снарядов. И известно о том, что в Киев приехал Жозеп Боррель. Накануне он говорил о том, что ЕС способен сам производить, и самый быстрый способ увеличить поставки это прекратить экспорт третьей страны. Так вот будет ли найдено решение данного вопроса и решение вопроса снарядов, которых так нуждается Украине? Это очень интересная идея Жозепа Борреля. Конечно, она требует детальной проработки. Я, например, не готов сходу вам сказать, какое количество снарядов в странах третьего мира, глобального юга, в основном, африканские некоторые страны, там, Латинской Америки и так далее, Европейский Союз поставляет. Но, возможно, это существенное количество. Насколько они вообще приблизят, сейчас вот 600 тысяч ожидают к марту, то, что миллион обещали, до миллиона никак не дотягивает. Это удастся ли дотянуть, если прекратить экспорт третьей страны, я не знаю. Надо посмотреть внимательно на все эти цифры. И второе, нельзя же просто кинуть всех ваших партнеров, сказать, все, мы подписали с вами контракт и обязались о поставках оружия к таким-то срокам, вы теперь ничего не получите, это все получает Украина. То есть придется с этими партнерами работать, уговаривать их, договариваться, может быть, платить неустойки какие-то, смотря, надеюсь, не катастрофически. Но идея, повторяю, очень интересная, но ее легко провозгласить и довольно сложно осуществить. Это не значит, что не надо пытаться этого делать, конечно, нужно попробовать. Ну и наращивают постепенно производственные мощности сахарные страны, но эти десятилетия благополучия и срезания военных бюджетов, они сказались, конечно, на том, что частный сектор оказался не готов быстро обеспечить новые потребности, хотя заинтересован в этом, безусловно, ведь это заработок, это деньги, это привиденты для акционеров, но вот развернуться так быстро оказывается очень сложно. Андрей Сеодович, если Вы не против, еще один вопрос в завершении нашего беседы. Не могу Вас не спросить относительно здоровья короля Чарльза III, известно о том, что у него обнаружен рак, и он отложил свои публичные обязанности. Какие последние новости? Что говорят в Букингемском дворце, да когда может приступить снова к исполнению своих обязанностей? Ну, Вы знаете, ведь вся идея монархии, именно британская, она такая сказочная, это такая сказка, объединяющая нацию, красивая, необходимая, помогающая Британии очень. Поэтому принято не воспринимать монархов, тем более, ближайших его членов королевских, членов королевской семьи, как обыкновенных смертных. Нельзя его допустить. Поэтому очень мало просачивается информации, что там с раком, какой стадии. Вот Сунак говорит, вроде бы удалось на достаточно раннем этапе диагностировать заболевание, но подробностей нет. И хотя роют землю там монаристы, в том числе имеющие связи в королевской семье и аппарате, но не удается пока. Наверное, ничего нет тайного, что не станет явным, что-то удастся узнать в обозревом будущем, но пока вот ситуация такая. Но еще ведь, понимаете, и у Кэтрин, у жены принца Уильяма какое-то серьезное заболевание, полостная операция серьезная была, а теперь она должна приходить в себя долго. В общем, как-то вот такие удары судьбы. Но катастрофы с точки зрения национальных интересов и политических интересов в Британии нет никакой катастрофы, потому что принц Уильям, наследник номер один, весьма популярен, самый популярный член королевской семьи, популярный даже самого короля, поэтому с наследенной линией, так сказать, это все в порядке. Что касается самого короля, то смотрите, его там закидывали одно время какими-то яйцами, еще чем-то были демонстрации, которые республиканцы организовали, вроде бы креды стали расти слегка, потому что принц Чарльз, а теперь король Королл Третий, он все-таки гораздо менее любим и популярен, чем покойная королева Елизавета Вторая, и вот этот переход, он вызвал некоторое ослабление позиций и популярности монархии в обществе. Но вот сейчас наоборот огромные симпатии королю, конечно, сочувствия, вот сейчас эти демонстрации антимонархические невозможно себе представить, люди просто избили бы, наверное, или что-то еще такое сделали бы с демонстрантами, которые бы сейчас в такой трудный момент вдруг и стали заниматься политикой и агитацией против монархии. поэтому идет какое-то сплочение, вот видите, принц Гарри уже летит в Лондон и надеется, что произойдет и примирение с братом, потому что там главная проблема между Юлием и Гарри, как выясняется, а не между, скажем, Гарри и отцом. И может быть произойдет и единение семьи и даже увеличение рост, некоторый рост популярности монархии, по крайней мере в краткосрочном плане. А в долгосрочной перспективе, я повторяю, тоже есть хороший наследник, поэтому особенно беспокоиться не о чем. Мы желаем, конечно, Чарльзу здоровья и выздоровления скорейшего, но тем не менее с точки зрения рациональной политики ничего страшного не происходит. Андрей Всеволодович, я благодарю вас за все ваши интересные ответы. Спасибо вам большое за то, что вы всегда находите и уделяете внимание нашим зрителям. Конечно же, будем следить за тем, как будут развиваться события и будем анализировать. Друзья, я також дякую за увагу и вам. Подписывайтесь, будь ласка, на нашу платформу. Я нагадую, залишайте свои комментарии и запитания, и мы обовязково будем ставить их нашим шановным спикерам. Еще раз всем дякую за увагу, всего наикращого и до наступного встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok